Сегодня в Астане главный учитель страны Аслан Соренжипов поведал о том, какие новшества ждут школьников и студентов в следующем учебном году. Министр образования и науки пообещал, что все школьники будут обеспечены учебниками. Однако наш корреспондент Мируэр Шакенова убедилась, что пособия в книжных магазинах родителей по-прежнему раскупают как горячие пирожки. Уже в сентябре от Министерства образования на рассмотрение депутатам поступит новое предложение. Не исключено, что со следующего года казахстанцы смогут получить первую техническую профессию бесплатно. Мы такое предложение вносим. Как нас поддержит правительство, депутаты, администрация, посмотрим. Стоимость обучения в вузах Казахстана в новом учебном году не повысится. Это принципиальная позиция. Оплата за обучение влияет на доступность образования. Кроме того, главный учитель страны сообщил, проблема учебников должна исчезнуть. Министр пообещал, у каждого школьника будет нужная книжка. Мы эти вопросы подняли и в области заверили, что все необходимые средства из местных бюджетов будут выделены. Поэтому в этом году вопросы по учебникам должны быть сняты. На решение проблемы из местных бюджетов выделено более 8 миллиардов тенге. Однако на себе помощь от государства Гульденко Римова не ощутила. В поисках учебника по познанию мира для дочери-второклассницы она обошла не один магазин. Тщетно. Несмотря на заверения высших чинов о том, что проблема будет решена, ВОЗ и ныне там. Спрос на школьные книги на коммерческой основе начался еще в августе. Тогда, рассказывает кассир, выручка в хорошие дни доходила до 50 тысяч тенге. Это только за школьную литературу. За неделю до 1 сентября книжки и вовсе исчезли с прилавков. Да, и поступлений особо хорошего нету, но к тому же просто у них очень хорошее и быстро распродаются. Аналогичная ситуация наблюдается почти во всех книжных магазинах столицы. Продавцы говорят, то ли еще будет. Основная выручка должна поступить после 1 сентября, когда родителям в школах выдадут списки учебной литературы. Меруэрт Шакенова, Санаты Монгалиев, Информбюро, Астана.